Дело в том, что да, действительно, святые 18-19 века, они иногда молились перед иконами, которые латинского письма были, иконы, например, икона умиления, это западное происхождение икона. Но надо понять, что они святые, они созерцали Господа, они созерцали Божью Матерь, и они стяжали бесстрастие, великое бесстрастие. А если человек, который не стяжал бесстрастие, будет молиться перед западной чувственной иконой, это только усилит в нём его чувственность и приведёт его непонятно к какому духовному состоянию. Поймите, братья и сёстры, что икона – это именно видение святыми людьми духовного мира. Если мы хотим стяжать бесстрастие, мы должны придерживаться иконописного канона, это совершенно необходимо сделать. Когда у нас начались духовные проблемы в нашей церкви? Вот когда канон стали менять в пении церковном, в иконописи, в церковной архитектуре, и сразу упадок начался духовный, очень великий упадок. В XVIII веке при Екатерине II была закрыта половина всех православных монастырей. Разве это не показатель состояния тогдашнего общества? В XIX веке Гнатий Бричининов говорил, ну что из себя представляет церковь? Дерево, которое шумит листвой, а внутри-то оно всё сгнило, вот первый ветер, и упадёт это дерево. То есть были пророческие слова о грядущей революции, которая действительно очень многое прокинула. Потом храмы разрушали. Кто разрушал? Ну если мы скажем, что евреи разрушали, да столько евреев не найдёшь, чтобы все храмы разрушить. Конечно, в этом принимали участие и крещённые люди. Поэтому надо понять, что выход из трагической ситуации, вот теперешней смуты, должен осуществляться каноническим путём. И вот последний государь, Николай II, он как раз очень сильно влиял на ситуацию в положительном смысле. Те храмы, которые строились при Николае II, они в основном были в русском стиле. Вот обратите внимание, например, комплекс Марфомаринской обители, другие храмы, которые были построены в начале XX века. Иконопись, опять же, в начале XX века при государе Николае II, она начала возвращаться к нам, именно каноническая икона. А если мы будем молиться на эти образы, которые созданы духовно незрелыми людьми, которые писали своих мадонн с проституток, со шлюх, в какой духовный мир мы можем улететь через эти неканонические образы? Это очень серьёзная опасность. Очень серьёзная опасность. На святых она, конечно, не распространяется. Святитель Иоанн Златоуст в слове на Меев, он говорит, если бы вы молили молиться, вам и священники были бы не нужны. Но дело-то в том, что нам всё нужно, и священники нам нужны, и иконы нужны. Но нам нужны правильные иконы. Нам надо держаться канонов. Нам нужно духовенство, которое учит нас древле благочестию, истинному православию. Вот этого всё мы должны придерживаться.